слава богу за возможность быть в доме божием и наверное в свете последних событий друзья это не просто какие-то общие фразы или слова с кафедры но это почувствовали наверное и пожилые и молодые и вот удивительно что у господа для каждого из нас есть слово сегодня от слова которое нужно лично мне знаете иногда мы можем от кто где работает где учиться может быть по соседству с кем-то общаясь вот как-то друг друга мы пытаемся поддержать может быть что-то сказать но не всегда это может быть будет в тему в точку или то что действительно в чем мы нуждаемся но вот когда мы открываем писание когда мы приходим в дом божий когда мы ищем лица божия у господа всегда есть то что чем мы нуждаемся я лично нуждаюсь несколько слов хочу сказать то что уже говорил брат григорий леонид васильевич светлове я лично был знаком с ним он был в нашей церкви вы знаете его фамилия говорила то как он был он действительно светился вот уже такой пожилой дедушка седовласы но вот когда с ним общался действительно это источение радости очень приятный был человек я даже был на его похоронах слышал очень много свидетельств и вот общаясь такими старцами понятнее становились слова помните из евреев о старцах и и взирая на кончину их века подражайте вере их помните такое место есть вот это действительно было об этом человеке продолжение вот мысли которые уже мы слышали я хочу дальше читать из этого послания филиппийцам из этой же главы 4 с 5 стиха два последних слова с 5 стиха и по 9 филиппийцам 4 5 господь близко не заботьтесь ни о чем но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед богом и мир божий который превыше всякого ума соблюдет сердца ваши и помышления ваши во христе и иисусе наконец братья мои что только истина что честно что справедливо что чисто что любезно что достославно что только добродетели похвала о том помышляйте чему вы научились что приняли и слышали и видели во мне то исполняйте и бог мира будет с вами аминь два слова из 5 стиха которые прочитал друзья это не мои слова это может быть не какие-то слова и заявления может быть каких-то людей которые живут в наше время писание нам говорит господь близко знаете готовясь к проповеди рассуждая об этой фразе знаете я подумал есть когда я слышу эти два слова сегодня сейчас это меня радует или настораживает господь близко услышав этот факт который говорит писание это истина я бы в своей жизни сегодня поменял что-то услышав эти два слова что-то в моей жизни бы изменилось а если бы сегодня явно услышал это напоминание что господь близко давайте об этом подумаем вот мы прочитали сейчас текст и вот я думал от в какое время нашей жизни вот эти истины о мире о том чтобы не заботиться о том о чем нужно думать нам он ближе и понятней вот наверное когда все хорошо жизнь устраивается налаживается жизнь идет своим чередом меняется событие за событиями и в принципе так как мы планируем и ожидаем то наверное но не очень близко эти мысли о мире о том о заботе или что не нужно заботиться но вот когда другое время в жизнь приходит вот когда вокруг беспокойство когда вокруг мира нету когда то что мы может быть никогда не слышали не видели сейчас реальность нашего времени вот тогда эти слова становятся по-другому для меня они становятся настолько близки я хочу понять боже о чем ты говоришь чему ты мне хочешь научить здесь его друзья я хочу чтобы мы вот вкратце порассуждали вот об этих истинах и как это в жизни моей может выглядеть как она может работать в моей христианской жизни мы слышим призыв не заботьтесь вот как-то не очень понятное слово в других переводах не беспокойтесь друзья писание господь призывает нас к осознанному служению и хождению перед богом не над grand father день есть такое понятие да то есть не то что мои родители были верующими ну и я так сказать вошел и за ними пошел то есть я осознанно иду за богом уже как личность у бога внуков нету бога есть только дети и вот сегодня писание призывает нас не беспокойтесь я сегодня выбираю не переживать не колотиться есть такое может быть народное слово не паниковать и на это есть причина потому что это не решает вопросы наши люди не выздоравливают здоровья не поправляется но вред приносит точно настроению атмосфере в доме и так далее и я осознанно опираясь на слово божие выбираю не переживать не беспокоиться и можно сказать так что нужно стать просто каким-то безразличным человеком и как вот знаете в америке есть такая фраза очень известная i don't care знаете здесь не об этом бог нас не призывает к безразличию но бог призывает нас вот вот этому осознанному хождению перед богом когда мы начинаем практиковать и в моей жизни практиковать то чем учит писание опираясь на слово божие и на этом не заканчивается стих или вот это повеление но написано не заботись ни о чем но всегда в молитве друзья в молитве всегда нас призывает писание быть вот я выбираю не беспокоиться и на этом не останавливаюсь я всегда в молитве друзья как можно описать мою молитвенную жизнь сегодня из чего она состоит сколько этой молитвы с кем я молюсь о ком молюсь как часто молюсь друзья всегда в молитве вот тема вроде бы настолько известна но она она моя эта тема это то чем я живу или я просто теоретически знаю вот эти все истины но всегда в молитве с благодарением знаете в свете последних событий я вот рассуждал вот интересно вот когда у нас все хорошо и когда жизнь устрояется ну ничего особенного когда мы благодарим и славим бога это натурально то что исходит из человека но вот когда меняются обстоятельства жизни в обществе меняется может быть в истории человечества меняется что-то я часть этой истории сегодня а может в моей личной жизни приходят трудности переживания благодарность уходит из моей жизни из моей молитвы или нет вот писание призывает нас не беспокоиться не переживать но в своей молитве чтобы я был всегда благодарным богу знаете не тогда когда вот может быть вот служение которое побудило меня к благодарности или вот солнце светит скоро векейшн или какие-то факторы в жизни и вот хочется благодарить вот тоже благодарность богу бог желает чтобы тоже был осознанный осознанное действие которое не привязано к моим эмоциями чувствам писание призывает меня благодарить и я выбираю бога благодарить и благословлять в любое время да поможет нам господь чтобы и в это время благодарность из наших уст не уходила а моя лично семье а моих личных может быть переживаниях и обстоятельствах о том что происходит сейчас в мире я благословляю бога я благодарю бога за эти обстоятельства понимая что он в контроле и мы читаем дальше с благодарением открывайте свои желания перед богом но наверное христиане умеют открывать свои желания мы можем описать богу то что в сердце нашем свои чайные желания мы можем рассказать богу изливая в своих молитвах свои нужды свои желания и прошения и вот следующий стих и мир божий который превыше всякого ума соблюдет сердца ваши и помышления ваши друзья что происходит дальше когда я осознанно выбираю не переживать не беспокоиться я нахожусь постоянно в молитве я прославляю благодарю бога вот приходит мир мир божий мир который превосходит понимание людей то есть по-человечески этот мир не понятен но тот друзья кто пережил этот мир своей жизни тот кто находится в этом мире может сказать что в нем настолько хорошо и спокойно что из этого мира не хочется уходить это не тот мир который сегодня люди между собой пытаются наладить проходя через обстоятельства в своей жизни и пережив этот мир в своей жизни друзья насколько это прекрасно этот мир непоколебим он фундаментален и этот мир может дать только господь это ни на что не заменишь несмотря на то что происходит снаружи извне мир божий не похож на мир человеческий знаете часто мир человеческий похож может быть на какой то временной перемирье следя за историей мы можем видеть много разных событий где пытались заключить мир часто этот мир он должен быть выгодным обоим сторонам часто этот мир он временный и очень быстро если что-то нарушается он расторгается это мир человеческий его друзья сегодня слышу это слово как важно сегодня нам христианам вот ухватиться за эту истину как важно сегодня находиться в этом мире просить чтобы бог давал свой мир потому что только мир божий может сохранить мы читаем дальше соблюдет или сохранить сердца ваши и помышления во христе друзья оказывается нашему сердцу и нашим мыслям нужна ограда защита нужна потому что если мы не в боге если наше сердце и наши мысли не защищены то реальность на улице реальность в газетах реальность по новостям как люди реагируют на те или иные обстоятельства в обществе как люди могут реагировать на обстоятельства в своей личной жизни нам сегодня нужно молиться и просить господи храни мои мысли и сердце во христе в тебе их сохрани вот почему читая какие-то исторические факты о христианах которые предстояли перед своими обвинителями и вот те осуждающие не могли понять почему ведут эти люди так себя почему леонид васильевич на колыме не мог улыбаться при минус 50 потому что то что дает господь это необъяснимо но это реальность для верующего человека знаете люди часто не понимают христиан соработники на работе не понимают часто этих людей потому что у них есть то чего нет у них и сегодня друзья давайте мы ухватимся за эту истину мы понимаем что господь источник этой истины этого мира попросим чтобы он наполнял мое сердце если я еще не имею этого мира мира божьего друзья и вот восьмой девятый стих он призывает нас как бы подводя итог наконец посему поэтому и того после всего того что я осознанно выбираю не беспокоиться я осознанно благословляю и благодарю бога я осознанно понимаю что мир который божий он самый лучший я хочу в нем находиться я об этом прошу бога постоянно нас призывают как в каком направлении нужно построить свои мысли о чем надо нужно думать восемь качеств друзья и вот я думал как вот их объяснить чтобы они стали на может быть более понятны и вот пришла мысль на каждое слово на каждое качество которое мы прочитали вот найти стих в писании где упоминается это слово и может быть вот таким образом нам станет понятие в контексте о чем говорится к чему призывает нас господь вот давайте первое наконец братья мои что только истина истина матфея 18 глава 3 стих и сказал истина говорю вам если не обратитесь и не будете как дети не войдете в царство небесное это слова христа он когда-то учил учеников в чем есть истина как попасть на небо в каком состоянии нужно пребывать помните еще стих который говорит я есть путь истина и жизнь господь есть истина 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 в иисусе еще есть такое место писания что только истина думать о господи думать о христе что только честно и сайт 32 глава 8 стих честно или благородно а честный и мыслит о честном и твердо стоит во всем что честно вот часто мысли человека наоборот думают о нечестном может быть в себе выгоду или может быть чтобы как-то решить свои вопросы описание призывает нас верующих не то что поступать честно начать с того чтобы я буду думать о честном потому что как следствие моих мыслей моих рассуждений то что рождается в моем сердце потом оно и в моей жизни видно что только справедливо колосянам 4 1 господа оказывайте рабам должное и справедливое зная что и вы имеете господа на небесах много несправедливости вокруг и очень часто всякие знаете протесты это по причине несправедливости мы живем в греховном мире который натурально окружен самой разной несправедливостью в самых разных сферах в финансах в политике в отношениях между людьми в отношениях в наших семьях и здесь какой-то практический пример отношения работодателя и работника и призыв к начальникам вот справедливо или честно относиться к своему рабочему вы знаете часто начальник может быть знает больше того что знает рабочий и вот здесь уже вопрос совести или вопрос меня как начальника как отнестись к своему рабочему такой практический совет о чем думать и как себе вести четвертое качество что только чисто послание Якова первая глава двадцать седьмой стих чистое и непорочное благочестие перед богом и отцом есть то чтобы презирать сирот и вдов в их скорбях и хранить себя неоскверненным от мира думать о чистом без добавок без примесей мне нравится стихи сприч кто любит чистоту сердца у того приятность на устах тому и царь друг я выбираю для себя чистоту сердца и как следствие этого это слышат тех кто со мной общаются приятный человек приятная речь хочется больше послушать человека более того бог окружение меняет власть имеющие друзьями такого человека становится чистота думать о чистоте пятое что любезно или приятно песни песней 5 глава 16 стих уста его сладость и весь он любезность вот кто возлюбленный мой и вот кто друг мой черри русалимские суламита описывает своего друга своего жениха это человек с кем приятно комфортно находиться являюсь ли я этим человеком со мной удобно окружающим ближним что любезно или приятно шестое думать о том что достославно или синоним этого слова восхитительно книга не еми ветхий завет 9 глава 5 стих и сказали левиты иисус кадминил вания хашавния шеревия годия шивания петахия встаньте славьте господа бога вашего от века и до века да славословят достославное и превысшее всякого славословия хвалы имя твое друзья что достойно славы связано с богом с господом мне как-то по особому близко стала фраза которую я услышал какое-то время назад но как-то больше о ней стал думать сейчас это все все в нашей жизни вокруг бога вокруг христа все что прекрасное все то что несет жизнь все то что несет эту настоящую радость связано с господом вот думать об этом седьмое друзья первое петра 2.12 что только добродетели и провождать добродетельную жизнь между язычниками дабы они за то за что злословят вас как злодеев увидят добрые дела ваши прославили бога в день посещения думать о добродетели думать о добрых делах друзья кто думает о добрых делах у него когда-то получится сделать доброе дело сто процентов получится человек который думает о себе о своем быте а может быть о своих только проблемах не видят других вокруг но ему трудновато кому-то помочь на стороне потому что он даже об этом не думает он не видит никого больше человек который думает о добродетели кому сделать добро кому помочь знаете у того глаза по другому смотрят на общество на церковь на своих соседей и если человек об этом думает и молится бог ему пошлет прекрасные возможности добродетели оказать думать об этом сначала друзья последнее восьмое качество что только похвала второе коринфянам первая глава двенадцатый стих ибо похвала наша сия есть свидетельство совести нашей что мы в простоте и богоугодной искренности не по плотской мудрости но по благодати божией жили в мире особенно же у вас друзья восемь качеств восемь стихов ну вот на что они нас настраивают на негатив на депрессию или на что-то доброе чистое светлое позитивное божье поток моих мыслей в какую цепочку в какую сторону выстраивается знаете друзья мы окружены огромным потоком информации и все то что мы часто слышим многое из того что мы слышим не является истиной неправда ложь обман выгодная информация той или иной стороне поэтому нам нужно друзья для себя принять решение и перестать загрязнять свой источник от свое сердце когда мы что-то слышим что-то читаем что-то нам пересылают я должен для себя определиться что я буду читать во что я буду вникать что соответствует писанию а что нет друзья нам сегодня многое предлагается и вот для себя нужно поставить фильтр не пропускать все через себя потому что мы отравимся друзья давайте для себя определимся и поставим какие-то принципы что я читаю что я смотрю что я слушаю вы знаете и в наше современное время еще нужно чувствовать ответственность что я пересылаю дальше в другую группу своим братьям сестрам своим друзьям это принесет им какое-то назидание это их настроить на правильную волну это ведет их в этот мир божий или наоборот в панику ведет может быть какие-то сомнения посеет какую-то несумятицу даст друзья надо быть очень ответственным и осторожным то что сам читаю то что сам вникаю и что передаю дальше если мы согласимся и прочитав это слово для себя сегодня поставим этот принцип я буду думать о том что честно чисто справедливо что достойно славы друзья это настроить нас на правильную волну вот знаете я думал как еще понятнее объяснить вот эту истину что нам важно думать о том что Богу угодно о том что правильно вот знаете я сравнил это с тем вот что мы кушаем вот если я кушаю все подряд я захожу в магазин и в каждом ряду я что-то себе набрасываю накидываю вы знаете как следствие того если я ем все подряд что придет болезни придут какие-то сложности со здоровьем и так далее но человек который вот знает что он кушает он может быть приходит в магазин и он может быть ходит с одного угла в другой угол потому что он ищет определенные вещи и он знает что он кушает он знает почему это полезно а почему то не полезно как следствие это хорошая форма чувствует себя прекрасно организму хорошо друзья в духовном мире так же само вот то о чем я думаю то чем я себя заполняю и будет определять мое вот это духовное состояние и здоровье вот часто люди в депрессии в унынии загруженные после того как начитались насмотрелись наобщались друзья нам нужно упорядочить и вот свое сердце свой разум сохранять вот в этом порядке потому что мы прочитали девятый стих что бог наш является бог мира наш бог творец наш бог всемогущий он все во всем и он знает в чем я нуждаюсь и он знает как меня проводить через разные обстоятельства жизни чтобы я был в духовном тонусе можно так сказать в правильном состоянии перед ним друзья и подходя к молитве нам сегодня писание напоминает господь близко вот если услышав это слово сегодня я понимаю что мне нужно что-то поменять потому что это говорит писание давайте это сделаем я сегодня хочу осознанно не беспокоиться понимая что это не помогает я сегодня осознанно буду благословлять и благодарить бога за все обстоятельства в моей жизни я сегодня понимаю что настоящий мир может дать только господь я об этом буду молиться я об этом буду просить я буду искать этого божьего мира которые превыше понимания людей и сегодня я буду просить у господа чтобы он научил меня как мне думать как мне размышлять чем заполнять свое сердце свои мысли и обетование бог дает и бог любви и мира будет с нами об этом давайте мы помолимся аминь